Необычный формат общения со студентами – прямой эфир в интернете. В этом году, 1 сентября, выбрал председатель Самарской губернтской думы Геннадий Котельников. Обычно он встречался с ними лично, сейчас не позволяет ситуация с коронавирусом. Председатель Совета ректоров областных вузов рассказал студентам о своей студенческой жизни, поздравил с Днем Знаний и пожелал успешного учебного года. Это люди с завтрашнего дня. Как мы их выучим, как они выучатся сами, так будем жить мы завтра с вами. Вот это надо понимать, соответственность. Это самое главное связующее звено между тем, что тут всего лишь студент и завтра руководитель. Надо видеть вот это движение. Если человек это видит и хочет стремиться к этому, у него все получится. Студент 4-го курса технического университета Павел Макеев говорит, к виртуальному общению привыкает с трудом. Надеется, что скоро все вернется в обычный ритм. Достаточно это необычно и для нас, и для учеников, и для нас, как студентов. Тоже это новое ощущение общения с преподавателями через чат и все сопутствующее этому. Надеюсь, что в дальнейшем это как-то все будет совмещаться. Учеба в техническом университете в первом семестре будет проходить в привычном режиме, рассказывает проректор вуза Евгений Франк. Семинары и лабораторные работы очно, с учетом всех мер безопасности, а вот лекции студентам придется слушать в онлайн-режиме. Первый такой масштабный опыт отработали во время телемарафона с участием председателя Самарской губернтской думы. Чтобы показать и всему городу, и присесть наших друзей и коллег, мы проводим в таком дистанционном формате, в формате прямой студии, когда к нам приходит наш гость из других вузов и наш студенческий актив, наши лучшие преподаватели и руководство университета, где мы общаемся на разные темы и с активизмом смотрим вперед. После телемарафона студентов порадовали трехчасовым концертом. Они услышали в записи лучшие творческие выступления своих коллег. Елена Малютина, Максим Гусев, События.